дорогие друзья всем огромный привет это канал в гостях у аннушки сегодня у нас диетическое блюдо готовить буду кабачковую икру готовится она очень просто у плиты стоять не надо если вы любите кабачковую икру результат вас очень порадует у меня здесь 600 грамм кабачков кабачок у меня старенький я его очистила и удалила семечки нарезаю кабачок на небольшие кусочки разницы нет как будем резать так как все это будет запекаться в рукаве в духовке также беру три средних моркови это 300 грамм 3 средних луковицы это тоже около 300 грамм и 300 грамм помидоров помидоры я разрезала на 4 части теперь овощи хорошо подсолю добавляю примерно столовую ложку соли также сверху наливают 4 столовые ложки растительного масла и все хорошо перемешиваю не забудьте включить духовку на 180 градусов перед тем как начинать резать овощи перекладываю овощи в пакет для запекания выгоняя весь воздух из пакета и сверху наделаю немного дырок при помощи булавки делаю это аккуратно чтоб не порвать пакет запекаю овощи в пакете примерно 1 час час 20 овощи должны стать полностью мягкими овощи готовы им нужно немножко остыть и пока овощи будут остывать я духовку переключаю на 250 градусов и запекаю сладкий перец у меня сегодня перец зеленый и красный но лучше всего использовать красный перец запекаю перец примерно 7-10 минут перец должен хорошо вот так вот поджарится желательно чтобы он местами вот так подгорел вот эти вот пригаринки придают очень вкусный аромат икре горячий перец перекладываю в кастрюлю и накрываю крышкой перец немного пропарится и его очень легко будет очистить убираю все семечки плодоножку и отправляю обратно в кастрюлю также в кастрюлю перекладываю все овощи у меня овощи пустили очень мало сока если у вас получится так что очень много сока сок весь оставляйте в пакете иначе у вас очень жидкой получится икра если икра кабачковой получится слишком густой, всегда можно будет добавить сок. Теперь все пробиваю погружным блендером. Получается вот такая вот красивая, ароматная и очень вкусная икра из кабачков. Пробую на соль, при необходимости немного подсолю и добавляю черный перец по вкусу. Икра готова, теперь ее осталось немного охладить. Для этого я икру перекладываю по баночкам. У меня получается 2 пол-литровые баночки. Хранить такую икру нужно в холодильнике около 7 дней. Икра получается очень вкусная, ароматная, свежая, летняя. В общем, пробуйте, это намного вкуснее, чем то, что вы можете купить в магазине. Надеюсь, вам все понравилось. Не забывайте подписываться и обязательно нажимать на колокольчик. Всем спасибо за внимание, приятного аппетита и хорошего настроения. Пока-пока!